Всем привет! Это распаковка для портала Игры и Игрушки. И в руках у меня вот такой конструктор фигуры, называется Танграм от компании Ракета. Танграм это старинная китайская игра пазл, она состоит из 7 частей, из которых собираются различные фигуры. В комплекте у нас будет 4 комплекта деталей Танграм, 4 цвета, 32 карточки с заданиями, 1 степень сложности и 2 степень сложности. Задача игры состоит в том, чтобы сложить определенным образом все фигуры, 7 штук, для получения другой, более сложной фигуры, изображающей человека, животное, предмет домашнего обихода, букву или цифру. Фигура, которую необходимо получить, изображена в виде силуэта или цветной копии на карточке. При решении головоломки требуется соблюдать 2 условия. Первый, необходимо использовать все 7 фигур Танграма, и второй, фигуры не должны накладываться друг на друга. Сделана игра из полимерного материала Эва и картона. Такая игра развивает геометрическую интуицию, наблюдательность, логику, аналитические способности и образное мышление. Рекомендуемый возраст 4+. И давайте откроем коробочку, и теперь познакомимся с игрой более подробно. Итак, вот наши карточки. Вот такие здесь карточки. Смотрите, здесь у нас 3 таких вот букашки. На некоторых карточках 2. И есть карточки с одной. Я так предполагаю, что это у нас уровни сложности. И точно так же с обратной стороны. Первая. Два. И три. Чем же отличается здесь уровень сложности? Хотя на коробочке написано, что 2 уровня сложности. Но, похоже, здесь 3 уровня сложности. Первый, смотрите, уровень. Здесь каждая деталька хорошо прорисована. И нам будет сразу понятно, как ее построить. Как мозаику. Второй уровень. Мозаика более сложная. И детальки здесь уже имеют не однотонный цвет. Если у вас видеть в одном цвете они, а здесь разноцветные. И три. Это фигурки, которые не имеют своих границ. То есть мы не знаем, из каких фигур они состоят. Должны догадаться сами. И вот такие у нас цвета. Желтый, красный, зеленый и синий. Все фигурки здесь одинаковые, я смотрю. Давайте на примере синего разберем. Что-нибудь построим. Семь фигур. И приступим с первого уровня. Из синего цвета мы можем с вами построить. Например, ворону. Вот так у меня получилось. Давайте теперь выберем картинку второго уровня. У нас вот такое яблочко. Давайте, кстати, его и построим. Для этого нам потребуются все остальные цвета. Здесь тоже не нарисованы контуры, поэтому будем догадываться. Но это, в принципе, легкая картинка. Вот такое яблочко у нас получилось. Теперь сможем с вами перейти к третьему уровню. Детальки, которые мы будем не видеть. Давайте построим вот этот домик. Вот не с первого раза, но у меня получилось построить домик. На самом деле, не так-то это и просто. Как казалось на первый взгляд. Детальки у этой игры достаточно толстые, плотные и мягкие. Вот такая полезная развивающая игра подойдет для деток младшего возраста, чтобы собирать первый и второй уровень простые мозаики. И будет интересно деткам постарше и взрослым, чтобы собирать более сложные фигуры третьего уровня. Ответов здесь в игре нету, но вы их можете найти в интернете. Но, конечно, лучше потратить несколько дней на постройку одной фигуры, чем сразу увидеть ее ответ. И еще мне игра понравилась тем, что здесь могут играть сразу несколько малышей. Каждому раздать по карточке и его цветные фигуры. Таким образом, занять сразу одновременно несколько детей. Поэтому эта игра будет актуальна и в семьях, где несколько деток, или для игр в детском саду. И на этом наш обзор закончился. Спасибо за просмотр! Ставьте пальчик вверх! Подписывайтесь на канал Игры и Игрушки! И всем пока!